Здравствуйте, уважаемые телезрители! Начинаем передачу «Гость в студии» и поговорим мы сегодня о манипулировании, о манипуляции нашим сознанием. Сегодня порой, когда доступ к информации такой большой, то достучаться до реальной информации, до реального события очень сложно. Нами манипулируют. Давайте на эту тему поговорим с доктором психологических наук, с профессором кафедры психологии нашего Петрозаводского университета Ниной Юрьевной Скороходовой. Здравствуйте, Нина Юрьевна! Спасибо, что пришли побеседовать на эту тему. Вот мы что теперь вот тотально находимся в сетях манипуляций и должны только сами разбираться, где же истина? Это вот такая наша сегодняшняя жизнь? Мы всегда влияем друг на друга, но не каждое влияние – это манипуляция. Манипуляция – обыкновенно это скрытое воздействие, когда я хочу воздействовать на мысли, эмоции, поведение другого человека так, чтобы он действовал в моих интересах, чтобы достигать своих целей. Это как американцы говорят «you are using me», то есть ты используешь меня, да? Да. Но человеку я об этом не сообщаю, я это делаю скрытно. То есть вся фишка в скрытности? В скрытности. Поэтому это признак манипуляции. Например, есть нормальное партнерское общение, когда я говорю «я хочу в чем-то вас убедить», а именно, и начинаю приводить факты, доводы, мнения, убеждать. Это мотивация? Это просто убеждение. Это мотивация? Я влияю, но это не манипуляция, да? Манипуляция, между прочим, бывает и очень простой, и очень сложной. Например, даже ребенок может манипулировать. Ой, еще как! Причем они часто подражают и очень быстро расслабивают такие формы поведения. Но самое примитивное, например, мама в магазине купила какую-то покупку, он валится на пол, начинает орать, рыдать, скандалить, понимая, что мама либо желая избежать скандала, либо, пожалев, купит то, что ему хочется. Это манипуляция, потому что она изображает страдания, изображает очень мощные эмоции. Потрясающе. Нина Юрьевна, так что, мы с пеленок уже владеем этим свойством? Да, особенно, когда кругом очень много манипуляций. У нас действительно очень много манипуляций. Вот некоторые манипуляции мы таковыми и не считаем, и не относим. Не подозревая, да? Не подозревая, что это манипуляция. На самом деле, это скорее воздух нашей жизни. Вот пример, который я привожу часто, касаемо опять школы. В норвежской школе был уволен учитель за то, что он заставлял детей учить таблицу умножения. Наши учителя сразу, а как это, как можно по-другому вообще учить? А иначе как? Реально, учиться хочет 10% детей, 90% надо заставлять. И указкой бить по рукам. Ну, неважно, просто требовать, наставлять, делать так, делать это, делать то. Подождите, но это разве манипуляция заставлять? У нас никто не считает, что это манипуляция. На самом деле, полагают, что заставлять человека делать против его воли что-то – это унижать его, снимать с него ответственность, демотивировать. То есть мы очень сильно наносим такой удар по психологическому здоровью человека. И, в принципе, это запрещено. Норвежскому педагогу сказали, что не можешь заинтересовать, не можешь делать так, чтобы дети сами захотели это делать. Ты не профессионал и профнепригоден. Для нас это совершенная норма. Мы, на самом деле, вот такие мелкие манипуляции, которые часто показывают просто наше желание надстроиться над человеком, показать, что он ниже, показать, что он обязан и должен делать то, что мы хотим, они повседневны. Настолько, что мы так к ним привыкли, даже не замечаем. Например, типичное «ты такой-то, не делай так, надо, обязательно». Ну, неужели это манипуляция? Это манипуляция. Да это вредный характер. Вроде бы мы хотим направить человека в нужном направлении, предложить ему, чтобы он сделал то, что действительно полезно, но при том мы надстраиваем, как прокурора, наклеиваем на него ярлык, ставим перед ним преграду и какие-то вот эти долженствования выдвигаем. То есть мы одновременно показываем, я имею право это делать. Я главнее, я важнее. Я иначе понимал. Можно я свою модель представлю? Вот, ну, скажем, давайте вот представим, вот брак, молодые люди, он, она, и она прекрасная, шикарная, сексапильная девушка, которую он хочет, но он ее не всегда добивается. Она это знает, и она этим манипулирует. Да, ты получишь меня, но, дружок, для этого почему-то у меня нет уже неделю новых бус. Да, вот ты посмотри на мою шубу, да, она же, уже год как ношу ее, вот, ну, это манипуляция ведь? Ну, это тоже искренне. Оба-на, и это искренне. Тут нет вранья, она честно говорит, если, это как покупка-продажа, то есть, если ты сделаешь это, я сделаю это, ты мне дашь то, я тебе дам то. Ага, то есть это не манипуляция, это значит торговля. Это торговля. Я собой торгую, вот ты, я товар, и, пожалуйста, да, но это стоит вот того-то. В межличностном вообще не бывает кучи манипуляций, в этом случае просто торговля. Манипуляция, например, когда человек обижается, прекращает разговаривать, пытаясь вызвать у другого чувство вины, причем даже толком не говоря, зачем, что и почему, просто изображая какое-то такое жуткое оскорбление и недовольство. И вот какие-то, когда у вас появляется чувство вины, это 100% манипуляция всегда. Потому что если вы на самом деле совершили какой-то нехороший поступок и поняли, что вы не правы, вы просто его исправляете. Если же вы не понимаете вообще, что нужно делать, как себя вести, а чувства вины вас постоянно нагнетают, это манипулирование. Хорошо. Давайте я сменю область, потому что манипуляция, ну просто куда ни кинь, да? Вот, например, давайте соцсети возьмем. Через соцсети манипулируют моим сознанием? Кто влияет, кто манипулирует? Это разные варианты. И телевидение также. Где влияет, где манипулирует? Хорошо. В чем разница между влиянием и манипуляцией? Влияние честно. Вот, например, допустим, телевизионный канал. Вот для меня, например, таким не манипулятивным максимально каналом является, например, Евроньюз, да? Четко. Вот такие-то факты. Вот этот человек думает так, этот человек думает так, а вы можете выработать собственное мнение, да? Это честно. Вот мы сообщаем информацию, и те оценки этой информации, которые существуют, это нормально, это не манипуляция. Это просто передача информации и желание, да, повлиять в чем-то, но, тем не менее, честно сообщается, зачем, почему я это делаю. Скрытое воздействие. Фантастика. Я не знал, что есть честное телевидение. Я вот от вас это слышу. Нет, ну я вот, конечно, везде можно найти элементы манипуляции. Но каждое телевидение, оно все равно какую-то точку зрения придерживается. У каждого телевидения есть определенный хозяин. И там, если этот хозяин хочет играть со мной на сопоставлении фактов, все равно он акцент поставит там, где хочет. Да, но есть черная, серая и белая пропаганда. Нужно четко, вот этот признак, что вы хорошо умеете с информацией работать, различать эти три вида пропаганды. Вот белая пропаганда, то, что я рассказывала, факты есть, факты отделены от эмоций, то есть моего отношения к этим фактам, моей оценки этих фактов. И можно иметь представление о разных точках зрения. Это вот белая пропаганда. Она тоже влияет на человека, конечно же. Но тут честно сообщается, по какому поводу, о чем мы спорим, где у нас разногласия, какие факты подтверждают одну точку зрения, другую. Это белая пропаганда. Она есть сколько угодно. Серая пропаганда, она когда, например, мы смешиваем факты и оценки, приклеиваем какие-то там такие, вставляем слова внутри текста, такие, что эмоционально окрашивают. От частного вдруг делаем общее мнение, да? Да, всегда, никогда, все так думают. В общем, об общении. Непонятно, кто автор этой оценки. Непонятно, кто так вообще считает, будто бы вот это общее какое-то. Ну и так далее. Когда мы смешиваем факты и оценки, и нет автора оценки, это серая пропаганда. И многие люди ее проглатывают просто совершенно не критически и начинают примерно так же реагировать. Ну а черная пропаганда – это вообще просто ложь. Когда подаются лживые факты, меняется и неправильно называется автор оценки, или вообще он-то оценки не давал, а ему приписывают. То есть просто чистая грубая ложь. Это черная. Хорошо. Сразу же хотелось бы знать рецепты, вообще как противостоять. Как ты можешь отличить, что тобой манипулируют? Вот есть какие-то значки? Ну первое, бывает такое интуитивное ощущение, что вот появляются негативные эмоции, появляется внутреннее напряжение, появляется ощущение, что понижение самооценки, какое-то ощущение, что что-то не так, что-то неправильно, что или чувство вины, или какие-то другие такие неприятные негативные чувства. Интересно. Вызов чувства вины – это манипуляция? Да, это манипуляция по артистам во всех случаях. Дальше. Мы часто считываем, что человек показывает преувеличенные эмоции. То есть они какие-то излишние… Вот, например, блогер начинает слишком размахивать руками, кричать, у него такие какие-то очень сильные преувеличенные явные эмоции. И, кроме того, вот он дает нам либо такой вариант смешивания эмоций и фактов, либо мы понимаем, что, скорее всего, это ложь. Мы же, когда лицо человека видим, мы еще часто распознаем, насколько он искренен. Очень много сигналов неискренности, которые легко можем увидеть. Поэтому мы начинаем понимать, что что-то здесь не так. Но очень много людей очень склонны просто быть конформным по отношению к авторитетам. Если авторитетный человек сказал, значит, так и есть. Это все вот часто… То есть важно иметь рациональное мышление. Вот каждый человек как-то мыслит и рационально, и эмоционально, но что для него все-таки важнее? Кто-то начинает анализировать факты, сопоставлять позиции, вырабатывать свое. Кто-то услышит какой-то факт такой, яркий пример или просто… И вот все, это так и есть. Больше думать уже не надо. Или авторитетный человек сказал, значит, так все и есть. Не надо думать больше об этом. Вам приходилось анализировать во время выборов, да, вот самое время манипуляций, правильно? Это время выборов, потому что сразу же несколько персон выходит и рассказывает, какие они хорошие, или партия какая. Она замечательная. И вот тут, наверное, очень точно можно увидеть, где манипулируют, а где говорят правду. Или нигде не говорят правду. Вот как вы считаете? Вы же… По невербальным сигналам, на самом деле, понять, говорит ли человек правду, хорошо, только с хорошо знакомым человеком. Вот, когда мы говорим об уровне… Но висит щитовая реклама. Ну, вы не знаете этого человека. Тогда очень… Я могу ошибиться. Тогда я могу ошибиться, потому что там очень тонкие сигналы, которые нам говорят о том, что изменились какие-то вот… Ну, мелкие мышцы лица, например, не так функционируют, динамика стала другая, направление глаза, которое говорит о том… Это всё-таки вот сигналы, которые мы чаще интуитивно считываем. А то, что касается вот этих выступающих, ну, там бронё видно очень хорошо, кстати, с экрана телевизора. Чаще всего понятно, что человек лжёт. То есть иногда вот есть отличия такие, знаете, интересные. Во-первых, есть группа людей, которые умеют лгать так, что не распознаешь. Красиво лгать, да. Три процента людей умеют скрывать реально свои эмоции, но чаще они это делают как? Они сначала сами себя вот убедили, потом как бы убрали на полку то, что у них там ещё в голове есть, и вот в эту роль вошли, и действительно, вроде бы, говорят совершенно искренне. Это вот такой навык. У топ-менеджеров есть, у политиков он хорошо развит. Поэтому вот в этом круге лиц, где эти навыки отрабатываются очень тщательно, при работе с имиджем, например, эти навыки отрабатываются, мы видим, что далеко не всегда можно распознать. Ну вот действительно, заканчивая разговор, смотрите, ведь мы же не решаем вопросы, мы граждане. Решает вопрос наше правительство, да, то, которое мы выбрали. Ведь мы же голосуем за них. Большинство получает определённую партию, эта партия правит государством. И мы таким образом, значит, делегировали своё мнение этим людям, вот, и они работают. Значит, от того, как мы голосуем с вами, да, вот будет развиваться и жить страна, и все события, которые... Если бы ещё выборы были честными, тогда да. А вы думаете, что они тотально нечестные? Не тотально, но какие-то, возможно, там коррекции, конечно. Ну, хорошо, эти коррекции, вы сказали, да, эти коррекции, возможно, в определённых республиках. Вот представить себе... У нас меньше, кстати. Что в Карелии, я не могу себе представить, что у нас это дело происходит. Не могу. Либо это будет просто погрешностью в какой-нибудь деревне, да. Ну, у нас результаты довольно, бывает, сильно отличаются. Но не то, чтобы они совсем были уж такие... Почему наши результаты? Очень похоже на результаты, там, Питера, например, да. То есть это говорит... Больших городов. Да, это говорит, что у нас, в общем-то, здесь всё хорошо в этом смысле. То есть мы сходимся с общим мнением, да, и мы не тотально поддерживаем какое-то одно мнение. Ну, вот если заканчивая передачу, вот всё-таки именно в этот момент, в момент выборов, мы строим страну нашу. Именно в этот момент мы выбираем кого-то. Вот ваш совет, как распознать, когда тобой манипулируют, а когда ты должен ткнуть пальцем и сказать... А есть третий вариант. Не понял, не ходи, да? Вот что вы скажете? Как мы выбираем человека, за которого проголосуем? Всё-таки я считаю, что очень важным является партийная принадлежность человека. Потому что партии всё-таки выдвигают какую-то связанную платформу, где есть определённый набор взглядов, идей. И если вы чувствуете, что эти взгляды, идеи вам близки, то вы голосуете за этого человека. Если он идёт как бы по андомандатному округу, наверное, в нашей маленькой республике всегда можно поговорить с людьми. Как правило, кто-то обязательно знает этого человека. Какие-то есть представления о том, насколько он честен, например, насколько он действительно не ради каких-то интересов собственных, а ради блага республики пошёл на это место. Вот его прошлый опыт, чем он занимался. Сегодня очень опасно, правда, выбирать людей, имеющих военное прошлое. Потому что сейчас-то серьёзно. Не стоит этого и делать. Лучше, если это будет человек гражданский, ещё лучше, если он будет обладать хорошими знаниями, компетенциями, иметь хорошее образование. Например, хорошо знать экономику, допустим, хорошо знать юриспруденцию. То есть он должен быть подготовленным человеком, пройти школу, хорошее обучение где-то, чтобы он научился рационально мыслить, чтобы он мог принимать здравые решения. Это всё для меня очень важно. Спасибо. Мы сегодня беседовали о манипуляциях. У нас в гостях была Нина Юрьевна Скороходова, профессор нашего Петрозаводского госуниверситета, доктор психологических наук кафедры психологии. Спасибо большое, Нина Юрьевна. Спасибо вам.